с вами сетка добро пожаловать на вебинар по обзору замененных опорников и опор значит опор лимфордер прошли 50 плюс 26 76000 состояние хз не знаю как сняли со стойки так и оставил а опорные подшипники вот видите да как я их набивал смазкой видео есть на ю тубе напорные подшипники фэби целиком выскочил они кусками порные подшипники фэби прошли 20 тысяч километров что ли и пришел пиздец я еще разбираться не хотят вот закоксовались то значение туда приклеились ты не пойму молебденовую смазку что ли подшипники надевал смазку л.м. 47 чтобы она защищала и вот попадание влаги ура так состояние опоры даже смазку свежие есть так состояние опоры хорошие можно рассказать обалденное потому что ее я заливал и грязи отталкивающей белой смазкой и антикором жидким будроном он так вот здесь и еще порвал в любом случае складировать я ее не буду намятости нету полетит она в помойку ладно опора как опора кстати она проходила с проставками тоже интереснее больше вот это говно так открываем вот что мы видим внутри смазки ту которые набивал горой здесь естественно нету вот здесь что-то осталось смазка напоминаю была л.м. 47 смазка которая достаточно еще можно сказать даже живая и мазющая смазал как вот эту вот плоскость так и сам подшипник изнутри так и откроем посмотрим здесь 25 тысяч километров подшипник фэби вот сейчас первый раз открываю при вас дорогие телезрители моего канала вот ну как как я уже писал на форуме то что так тратить им очиститель я не буду на это все давно просто так попытаюсь сложить шарики рукой посмотреть насколько съебался зазор между ними потому что когда ты его открываешь и он новый вот все шарики лежат грубо говоря зуб зуб и вот это вот расстояние но никак не сантиметр естественно при еще принципе живой смазки делать это неудобно потому что они прилипают к рукам прилипают друг другу не хотят не хотят локализовываться в общем руль у меня скрипел скрипеть начал весной ну чё-то тут с натягом можно сказать сантиметр до внутри ржавчина остатки смазки причем как видите еще в принципе живой достаточно смазки просто со временем немножко выдавлены вот верхняя часть на бой мы нижняя часть чему сука не работалось я хз сейчас купил на замену вот этому говну другое говно подешевле которое называется забыл уже как оно называется фбст 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 германия попахивает явным китаем но опорник аж прикипел к опоре вот или опоры не выбрасывать перезабил их другой смазкой называется Total Niverstein XS 81 посмотрим как это давно будет ходить вот ну естественно на феберском оформлении мы видим маркировку фад еще какие то блять таинственные номера заветную германию уже деленная естественно какой то безумный номер совершенно наверное не относится к нему да кстати новые опоры вот эти вот я поставил откровенный китай заебался уже выбирать германия не германия вот она вся гремит чашкой блять короче ладно с этой все понятно запакован ее сюда обратно и отправляем в помойку такс вторая опять же с какой стороны она стояла я не знаю вот ну это блин поменьше тут песка потише работает еще даже остатки смазки есть в более сказать так чистом состоянии так будем выковыривать потом обозрим попозже тормозные диски передние с колодками им бы еще ходить в принципе и ходить колодком тормозным тормозным диском то пиздец пришел ну наличие новых дисков на балконе очень сильно мне чесало руки поменял о блять сука еле выковырился так ну опоры та же с той же серии с тем же пробегом вот вот тут даже подшипник отштамповалась номер вот номер отштамповался от подшипника видно да сухое чистое и еще один номер и вожделенная германия так выбираем вот это я думаю вы поняли что это следы смазки которая на себя набрала грязи хер знает хорошо это плохо но она по крайней мере снаружи да кстати опору не засвидетельствовали как она тоже лимфордер кстати по моему немецкий лимфордер тоже пробег плюс двадцать шесть плюс пятьдесят здесь наверно спилена клеймо вак хер его знает короче новые уже куплены поставлены там еще заводской тальк сохранился так ладно теперь подшипник то есть изнутри коллега прошла здорово со мной так тут все понятно здесь тоже все понятно вроде как бы крутится шары посыпались жди дорогой не торопись так ну здесь мы шары собирать не будем дабы их пересчитать хер с ними потерялись и потерялись так ну что тут можно сказать смазка в принципе очень даже жирная и очень даже есть очень даже на месте еще кстати кто не знает опорник разбирается вот по по кругу вот по кругу вот это самое вот он еще вот так разбирается но не знаю есть ли смысл сюда что набивать кроме говна валить еще так что так смотрим видно что все нормально теперь смотрим что там внутри батарейка села а это по моему не заряженная я не зарядил ладно смотрим что внутри и заканчиваем обзор ну что сказать все вы уже это по сто раз видели на своих запчастях все якобы нормально здесь шаров немножко проебано тут смазка как бы тоже есть в принципе даже для нормальной работы подшипника она не загаженная не играет деградировавшая и в другом опорнике тоже не деградировавшая выходите шары посмотрим что с обоим интересно ради ну что с обоим ну как новая ну в общем как то так что еще сказать смотри не смотри сделали их одноразово как ни крути так что в данный момент у меня пока все говорить всем пока не буду потому что впереди еще обзор тормозных дисков хотя нет их я обозрю отдельно тогда это сделаем проще всем пока с вами был асидкет спасибо за то что смотрели мой очередной познавательный научный вебинар на тему износа непонятного износа точнее опорного подшипника на тягуане ну как ни крути это расходник кстати всем советую иметь в наличии вот так что всем пока ну у нас и чистые ручонки сразу стоит она денег но чистота стоит денег комфорт стоит денег тоже значит так все всем пока спасибо за то что посмотрели мой вебинар касаемый обзора старых опорных подшипников и опор опоры пошли еще раз напомню 75 тысяч километров а опорные подшипники 20 вот итак продолжим наш обзор если я не ошибаюсь то наш наша первая часть обзора прервалась на завершение обзора по опорам которые я сказал будут выкинуты и так далее я решил тогда озвучил что мы в этом самом в отдельном порядке это самое снимем обзор на диске мы его нахер растягивать обзор этого говна выдавая очередность для каждой позиции поэтому мы снимем все в одном ролике и как бы сейчас у нас на обзоре передние тормозные диски Volkswagen Tiguan вот с пробегом 146 тысяч километров и видим да то что у них на удивление отличное состояние рабочих поверхностей никаких этих значит все гладенько никаких косяков нету все четко это единственное что померить толщину штангель нам не даст потому что слишком диску больно это самое закоржавил значит сейчас мы его возьмем молоточком пробьем вот здесь вот пробьем его здесь молоточком промнем и с другой стороны и тогда штангель у нас залезет и мы померим толщину остаточной плоскости диска напоминаю вам то что для передних дисков 17-го диаметра заводская толщина 25 миллиметров вот толщина которая уже рекомендована к замене 22 миллиметра вроде или 20 не помню точно по-моему 22 сейчас короче мы берем молоток хуярим диску краем в этом же месте его обколотить и замеряем да обколотил замеряем толщину если будете такое повторять одевайте очки или закрывайте глаза я закрываю глаза так берем штангель и вуаля 21 миллиметр и можно сказать что износ не ровно немножко диск чуть-чуть поведенный его штангель гуляет видно да то что здесь ему свободно то есть проколотил я как положено а вот поверхности надо делать вот немножко он закашивает то есть как бы вот вот 21 миллиметр ну диск относительно ровно хоть и знатно выпилен видно да какая кромка вот и сколько коросты здесь это я не стучал это уже он сам стал отваливаться то есть тут существует опасный момент когда колодка начинает вот это сжрать вот эти зубы блять показ когда колодка начинает выедать вот этот бортик и добирается до зубов снаружи то ладно с той стороны ничего страшного она до них не доберется а вот здесь внутренняя колодка как раз поршень суппорта находится с этой стороны когда она начинает вот это вот я молотком повторяю это не я молотком нахуярил это вот они уже стали отваливаться когда разрушается вот эта кромка есть опасность попадания колодки на вот эти вот лопасти вентиляции диска и как следствие блять обрыв это самое лучшее а то и отрыв колеса на ходу даже своевременно менять эти вещи не экономьте на них потому что такая экономия она потом раком станет ну да вот видно да что штангель свободно свободно прихватился с обоих сторон место есть ему ничего не мешает ходит на свободно вот двадцать один миллиметр обстукивать комментировать управлять штативом так что за качество извиняйте вот двадцать один миллиметр а по эльзи рекомендуемая замене толщина передних тормозных дисков равняется двадцать два миллиметра то есть миллиметр я перекатал что собственно видно то что уже он пошел короститься и пошел уже вот залезать на лопасти вентиляции так ладно с этим понятно берем второй диск и сразу его облупливаем без лишних слов так заколотили одну сторону не знаю какой из них передний какой правый какой левый не могу сказать большого штанги люмионет так что потерпите хлопанье молотка так теперь смотрим тут вот как ни странно износ тоже равномерный двадцать штангель ходит здесь кстати поверхность диска ровнее судя по ходу штангеля на нем тоже двадцать один миллиметр вот значит что хочу сказать данные диски также видите что поверхностям срабатывала внутренние и наружние ну вот уже есть риск проточки вот этой канавки как следствие зацепления уже за ребра вентиляции лопасти как они тут за вентиляционное отверстие что чревато отрывом колеса и обрывом диска или по крайней мере внутреннего части так ну значит что хочется добавить данные диски стояли на авто с рождения 2.0 TDI дизель полный привод прошли на момент замены сто сорок шесть тысяч километров и очень очень часто люблю ездить вот там он там он дальше болотце есть там дальше дорога с грязью ну короче понятно не знаю ребятки сидящие на форуме как вы в тепличных условиях города Москвы умудряетесь за сорок тысяч ухуить эти диски не могу сказать ничего дело ваше но наверное следует обратить внимание на стиль езды дальше колодки колодки bosch колодки bosch ставил двадцать шесть тысяч километров назад ну так как я уже говорил ранее имелся комплект новых дисков колодок и он имелся уже два года как в наличии вот лежал на балконе руки просто чесались руки просто чесались поменять на новое ну а то что новье лежит на балконе ржавеется вот пробег двадцать шесть тысяч км на этих колодках передних это передняя левая как бы толщину здесь наружу на внутренний метр на наружный 9 миллиметров короче колодки колодки еще не знаю даже жалко честно говоря укидывать ровненькие единственное что такое видно да а деформация диска вот она вставляет следы здесь то есть колодочки еще не знаю даже в принципе даже наружнее почти 10 миллиметров подходит 9 с половиной левая сторона хотя это можно было все посмотреть по дискам вот вторая колодка также рабочая поверхность 10 миллиметров внутренняя и смотрим наружнее равномерная выработка безо всяких этих видно да ну небольшой зазорчик есть и то если я думаю ее совместить вот так нет зазорчик остается ладно хрен с ним зазорчик вот 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 это выкаталось аж до 7 миллиметров до 7 миллиметров выкаталось разница да 9,9 миллиметра здесь просто 9 миллиметров здесь 10 здесь 10 ну да здесь 10 миллиметров не тут хоть ты тресни 7 и все это не это в комплекте да кстати пыльники шрузов и короче пыльники приводов обозрить не удастся потому что я это сделать в сервисе забыл ну краткое видео все таки снять получилось тем не менее чтобы было понятно в каком оно все состояние но это как вы видите направляющие точнее это втулки втулки для передних направляющих родные тоже стоявшие с завода на машине также пробежавшие 146 тысяч километров на момент замены в принципе даже ну да задубела она смазка внутри по минимуму так как особо их не рекомендуется мазать эти втулки пластиковые резиновые кардаминовые это одна да вот вторая ну резинка как резинка в теле суппорта она немножко поржавела внутри она немножко задубела маслосъемные бортики подсточились в общем в танк тоже кодекс 46 мне говорили не меняй нахуй надо она хорошая да не все хорошие только менять их все равно надо иногда ну тоже одна из них ну жесткость по потере жесткости на лицо ну скажем так свой срок они отходили достойно так теперь самый обсуждаемый предмет передней тормозной системе это направляйки передних суппортов я их поставил новые АТЕшные напоминаю вам то что у Тигуана тормозная система спереди АТЕ один ЛДжей с маркой а сзади ТРВ марка не помню точно ЗД какая-то или еще чего-то мы можем видеть состояние передних направляек они уже начали корродировать то есть зажимать ее в дрель а во вторую руку брать наждачку и выдрачивать его до бела уже нет никакого смысла то есть как вы понимаете здесь идет специальный напыленный слой который когда мы снимем да сначала он будет белым потом он быстро заржавеет отмывать я их особо не стал намазаны были направляйки кирпичной смазкой от Ликви Моли которую всихает типа корродирует деградирует да нихуя подобного надо мазать перед тем как намазать новую смазку удалить старую ну и так насколько вы должны сами это понимать не все смазки между собой смешиваются сейчас резко поймаем вот 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 пожалуйста наверно дать букву почитать на букву быстрее да он проявился ну то есть это одна она про ляйка которая корродирует сейчас фукс поймаем ну вот ну вот 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 так вот и смотреть видно да кратеры есть по всей по всему пальцу вон они кратеры присутствуют достаточно в принципе глубокие для такой детали одна вторая особенно очищать особо очищать сильнее не стал не умеет она в воздухе точнее фотик не умеет в воздухе концентрироваться ему надо показать буквы тогда он будет показывать четко я сейчас вроде без букв пока вот она и ну-ка наведешь сам хрен на тебе буквы ну просто расстояние полсантиметра до объектива ему сложно сфокусироваться а на направлять направлять я держу где-то сантиметре даже меньше от объектива а бумажку вот эту в двух сантиметрах на бумажке лучше концентрирует фокус ну вот такое состояние направляет которые тоже прошли 146 тысяч километров так так дальше пружины 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 к переднице портов еще как видите брал ешные пружины направляйки и толки еще что ну пружина вроде такой элемент ну что могу сказать стоит стоит держит и держит просто немножко она от реагентов антигололедных стала потоньше и стала помягче естественно как бы тот же пробег что и у дисков дисков что и у вот этих резинок что у этих пальцев направляющих поэтому было куплено по 95 рублей за каждую хуйню и поменено вот то есть манжеты были куплены манжеты были куплены тоже на всякий случай вот на передние тормозные эти самые спорта ну манжеты как бы посмотрел вроде мягкие менять там нечего так что еще еще у меня есть вот такой комплект комплект который не родной который был уже стоял на машине то есть он отъездил где-то 75 тысяч километров может побольше вот можете посмотреть его состояние это монро сделан он был не увидишь сейчас это монровские отбойники и пыльники сделаны не были куда их мил и году в тринадцатом нет вру а ну да в тринадцатом году я их ставил первые которые были с десятого по тринадцатой были вот тут вообще все нахер выдрано вот тут раздолблено выдрано вот эта часть именно вот этот кусок эти достаточно достойно так сохранились хорошо вот они прошли с тринадцатого по шестнадцатый тоже три года тоже как вот эти гофры ну такая деталь что не знаю дыр вроде не наблюдается Германия номер тоже штуковину я покупал и менял в тринадцатом возможно даже оригинал его знает сжимается вот до такого состояния можно сделать баян а из двух можно сделать гармань можно где-нибудь применять в качестве какого-нибудь патрубка гармани мягкие так ну что еще обозрить все вот вроде и все закончился это очередной обзор замененных на очередном кло снятых с моего автомобиля так что как бы надеюсь данный видос будет вам полезным вот сейчас я немножко пофотую это говнище соответственно вывалил на свой профиль на фотофайл ру кому интересно там же посмотрят то же самое по видосу вот надеюсь данное видео будет вам полезно вы сделаете какие-то выводы по поводу эксплуатации своих автомобилей износостойкости разных запчастей которые на них находятся может что-то будете менять что-то не будете менять как бы ну на тормозах экономить не советую то есть как бы 21 миллиметр я уже приехал и этот 21 миллиметр я скажу так приехал еще год наверное назад если быть более точным ну да скорее всего год назад они уже были 21 миллиметр вот ну все Засим всем спасибо за просмотр всем пока надеюсь видос мой будет вам полезен с вами был Иситкэт и до встречи на канале пока